Всем привет! Я Диана. Добро пожаловать на мой канал. У нас сегодня парфюмерное видео и темой этого видео будут ароматы для офиса. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь на моем канале, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео и погнали! Итак, почему существует такая категория ароматов для офиса? Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что носите в офис? Какова ваша деятельность в офисе? Работаете ли вы в отдельном кабинете, либо разделяете рабочее пространство с другими коллегами? Поэтому очень важно учитывать некоторые нюансы в выборе аромата для работы, чтобы не навредить коллегам. Аромат не должен быть резким, терпким, способным вызвать головную боль. Если вы все же поклонница плотных и ярких композиций, то выбирайте для работы версию любимого аромата в туалетной воде. Избегайте нанесения парфюма в офисе. Лучше нанести его дома, чтобы первые яркие нотки композиции успели улетучиться. Лучше использовать парфюмерию с зелеными нотами, с цитрусовыми нотами, с морскими. Можно использовать даже цветочные ноты. Главное, чтобы это была не очень яркая композиция. Я выбрала из своей коллекции несколько ароматов, на мой взгляд, подходящих для работы в офисе. Плюс будет сюрприз распаковка одного, на мой взгляд, подходящего к теме офиса аромата. Итак, давайте начинать. И начну я с итальянского бренда Aqua di Parma. Аромат называется Fico di Amalfi, Injir Samalfi. Это коллекция Blue Mediterranean. Я уже говорила об этом аромате в предыдущем видео о весенних ароматах. Вы можете посмотреть. Аромат относится к фруктовой группе. Это необыкновенно свежие ароматы с цитрусами, с горчинкой. Для меня это аромат недозревшего инжира. К базе он немножечко подслащивается, скорее всего, из-за присутствия в нотах жасмина, который дает именно такой результат. Это отличный вариант для офиса, для весны, для лета, для ранней осени. Присматривайтесь к этому аромату. Fico di Amalfi Aqua di Parma. Что у нас следующее? Это дом Dior. Аромат называется Terra Bella. Это аромат из приватной линейки Boutique. Его создал штатный парфюмер дома Франсуа Димаши. И его относят к фужерной группе. Что тут? Это, опять же, очень свежий аромат. Он своей свежестью переносит на побережье красивой земли. Вот поэтому и название об этом говорит Terra Bella – красивая земля. Я здесь слышу кипарис и лавровый лист. Стоп! Хотя в пирамиде заявлены еще и цитрусовые. Да, может быть, есть эта свежесть цитрусовых. И мирт. Но мирт я здесь не слышу абсолютно, потому что, может быть, я не так хорошо его различаю в парфюмерии. Вот. Dior представляет этот аромат очень красивым, хорошо характеризующим эту композицию роликом. Вот. Его можно посмотреть на YouTube. Он прекрасный. Это прекрасный аромат для офиса. Он никого не будет раздражать и коллеги будут довольны. Что у нас дальше? Следующий аромат – это Amouage Reflection. Посмотрите, какой красивый флакон, как он сам себя характеризует. Reflection – отражение. Вот он абсолютно все отражает. Красивая крышка. Это аромат в производстве с 2007 года. Парфюмер Maurice Roussel. Аромат относится к цветочной группе. Для меня это акватическая композиция. Аромат с цветами, которые еще не успели распуститься. Поэтому они наполняют воздух очень деликатно, чуть слышно, как будто бы перед дождем. Он несет в себе прохладу. Знаете, когда должен пойти дождь, и природа вся немного затихает, яркими становятся краски, где-то вдалеке уже слышна гроза, и вся природа ждет, когда же хлынет этот дождь. Так вот, этот аромат полностью характеризует вот такое состояние природы. Он не кричащий, он не шлейфовый, он абсолютно не похож на основную направленность марки Amouage, потому что почти все их ароматы очень яркие. Вот. Это, наверное, самый спокойный аромат парфюмерного дома Amouage. Но это не говорит о том, что он простой, он очень интересный. На коже он сидит долго, поэтому для офиса это то, что доктор прописал. И мы переходим к следующему аромату. Это мой любимчик. Смотрите, узнаете? Нет, кто-то уже знаком с этим брендом. Он называется Deux Parfumeurs Français. Извините меня за мой французский. Аромат Fontainebleu. Это 2015 год выпуска аромата. Аромат относится к группе цветочно-фруктовой, древесной. Об этом аромате очень мало говорят на российском YouTube пространстве. Я не знаю, к сожалению, с чем это связано с тем, что может быть аромат не представлен на российском рынке. Все может быть. Давайте посмотрим, как характеризует сам парфюмерный дом этот аромат. Я попытаюсь в двух словах сказать вам, преподнести характеристику. То есть это ароматная история, которая воплощает в себе настроение расслабленности и одухотворения, с которыми отдыхают в королевской резиденции члены королевской семьи. Здесь и Людовик XIV. Здесь и королева Анна Австрийская, которая проводит время со своими книгами. Здесь и Наполеон Бонапарт, который подписывает отречение. Эти духи со смыслом. И начинаются они с такого фруктово-мандаринового смородиного облака. В сердце аромата есть роза, присутствует фиалка. И весь этот бурлящий фонтан нот успокаивается нежными нотами сандала, мускуса, ванили. Хотите любить как королева? Любите. Хотите обожать? Обожайте. Чувства должны выплескиваться наружу, чтобы сохранить душевное равновесие. Вот такими красивыми словами характеризует бренд эту парфюмерную композицию. И на самом деле, вы знаете, аромат необыкновенный. Он настолько необычный. Он легкий, но в то же время насыщенный. Я здесь слышу цитрусовые ноты в перемешку с древесными. А при моем самом первом затесте аромата я слышала очень красивый запах сена. Но не простого сена, а королевского. Сена с королевской резиденцией. Вот. Поэтому, несмотря на его легкость, аромат очень стойкий. Его, вы знаете, слышно даже когда флакон закрыт. Вот так. Этот аромат живой, он позитивный, он освежающий. Он напоминает о лете, о весне. Вот. Это прям мой любимчик. Не могу другими словами его описать. Хотя на ноты раскладывать его очень сложно. Настолько красиво собрана композиция. Прекрасный аромат для офиса. Он будет сидеть долго на коже. Он будет сопровождать вас в течение всего дня. Но, тем не менее, никогда не надоест. Нужно, главное, умеренно дозировать аромат. И дальше у нас Дом Эрмес. Аромат называется Туилли. В производстве с 2017 года. Парфюмер Кристин Нажель. Я очень люблю работы этого парфюмера. Аромат относится к группе Цветочные. Шикарный. Посмотрите, какой красивый флакон. Кстати, аромат вдохновлен знаменитыми шелковыми платками. Вот видите, лентами, которые называются Туилли. И обращен к молодой аудитории. Но это не говорит о том, что аромат только для молоденьких девушек. Абсолютно нет. Он подойдет девушкам, женщинам любого возраста. Это аромат Туберозия. В красивом обрамлении сандала и имбиря. А имбирь здесь очень красивый. Он придает пикантность в начальных нотах, соединяясь с горькостью апельсина. И потом с белыми цветами. Аромат очень хорошо подойдет для офиса. Потому что даже если в нем и присутствует какая-то сладость и некоторая имбирная пряность, он не висит в воздухе. Он, наоборот, придает настроение веселости и бодрости. Аромат очень элегантный. Но мой вам совет – пробуйте его на коже. Потому что я несколько раз пробовала его на блотере в парфюмерном магазине. И вы знаете, это огромная разница. Он звучит совершенно по-другому и совершенно не вдохновляющий на блотере. Поэтому пробуйте. Аромат шикарный. Он недорогой, красивый. Все в нем хорошо, все в нем красиво. Давайте его поставим сюда. И последний аромат, который мы откроем с вами вместе. Это Нарсиза Родригес. И аромат называется Маск Нуар Фухер. Вот такая коробочка. Незапланированная покупка. Я зашла за сывороткой. Но и вышла вместе с ароматом. Вот такая у меня болезнь. Давайте посмотрим, как открыть его отсюда. С болезнью бороться не хочу. Буду с ней жить. Это новый аромат бренда. Кстати, он выпущен в этом году. Парфюмер. Это Соня Констант. Не хочет открываться. Так, вот такая коробочка. Я взяла 30 миллилитров, чтобы не ошибиться. Так, смотрите. Впервые прозрачный флакон. Маск Нуар. Предыдущие флаконы имели матовое стекло, матовое покрытие. Это первый их прозрачный флакон. Я тестила этот аромат в магазине. Я помню, он был первым. После него я тестила еще 5 или 6 других ароматов. Но знаете, когда западает в душу один аромат сразу. Я даже не помню, какие были остальные. Они просто... Я думала только о нем. Я помню, что очень хорошо здесь слышны слива, замша и мускус. Давайте я распылю этот аромат. Ой, да. Здесь очень нежная, мягкая слива. И она припудрена гелиотропом. Очень слышна хорошо нотка замши. Я люблю замшевые ноты в парфюмерии. Они очень элегантные. И мне здесь очень нравится мускус, потому что он не вырывающийся из толпы. Он сидит очень спокойно, нежно, ненапрягающе. Потому что мускус очень такая интересная нота в парфюмерии. Не всегда она нравится. Но здесь в аромате все очень красиво. Он может прекрасно, на мой взгляд, подойти для офиса. Это такая вот новинка. Пробуйте. Я, повторяюсь, взяла себе 30 миллилитров. Но думаю, что у меня все хорошо сложится с этим ароматом. Красивый. Так, давайте поставлю его сюда. Ну вот, наше видео подошло к концу. Даже вижу, солнышко куда-то спряталось. Ребята, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Спасибо, что досмотрели его до конца. А мы, как всегда, встретимся с вами в следующем видео. Всем пока!